Выглядишь уставшим. Я не устал. Твои веки опухли. Я только встал. Начну день с банана. Снова ешь? Размер банана такой... Милый? Точно. Хён, как ты поранил руку? Руку? Всё почти зажило. Не совсем, но... Это не так просто. Что случилось? Это... Я... Как обычно, по выходным дням... Я ездил домой к дедушке. Он сказал мне разобраться в гараже. Я разбирался. И там было много сельскохозяйственных машин. Я должен был надеть перчатки, но я работал голыми руками. Я шёл, споткнулся, но не упал, а просто это всё уронил. Дурачок. Остальное оставлю на раздумье. Глупо. Зачем ты ранишь себя? Поэтому мне наложили швы. Ты не должен травмировать. А как ты поранил лоб? Это было во время Вилайф. Мы с Айеном впервые за долгого времени провели трансляцию. Поэтому мы захотели её сделать более интересной. Привет, здравствуйте. Я встал и ушибся. Я смотрел. Я контролирую всё, что делают мемберы. Разве есть такой же добросердечный Хён, как я? Этот парень, правда. Так хорош, так хорош. А, когда мы были в Австралии, я встретил твоего дедушку, который назвал тебя Юнбоком. Каково это увидеть снюю спустя столько времени? Это было хорошо и нет. Хорошо и нехорошо одновременно? Моя мама много раз приезжала в Корею, поэтому я часто её видел. Мне это не нравилось. Не нравилось? Да, потому что... Моей целью было дебютировать в Корее и показать ей, что у меня всё хорошо. Но она продолжала навещать меня, и я не мог показать ей это искренне. Я уверен, она всё понимает. Нет, она так сильно скучает по своему ребёнку, а я скучаю по своим Суни, Дуни и Дори. Так и чувствуют себя родители. Как их зовут? Суни, Дуни и Дори. Их трое? Разве у тебя не две кошки? Стало три. Ты совсем не интересуешься мной? Нет, я знала это. Я знаю этого рыжего кота. Какого цвета третий кот? Откуда мне знать? Когда он у тебя появился? Я выкладывал в Инстаграм. Ну вот, это наш с тобой конец. Теперь не думай пересекать эту черту. Прости. У нас была с тобой какая-то проблема. Мы не особо общались, когда были трейни. Да. Ты признаёшь это? Я думаю, это по моей вине. Почему? Думаю, я был слишком эгоцентричным. Нет, не думай так. Ты вовсе не такой. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Поэтому теперь не чувствуешь не ловкость. Так ты знаешь, какой я человек. Да, я знаю тебя как человека. Хорошо. Так что, пожалуйста, пойми меня. Ничего. Не надо. Не надо. Прекрати. Не надо. Что насчёт моего корейского в последнее время? Твой корейский? Я думаю, он всё ещё не идеален, но по сравнению с прошлым. Да, сейчас он намного лучше. Ты лучше стал подбирать слова. Да, я думаю, я делал много ошибок. Не знал, как выразиться. Но когда мы учим другие языки, как английский или японский... Да, всё сложнее, чем думаешь. Да, трудно. Я так удивлён, что ты говоришь по-английски. Я? Я не говорю на нём. Ты читаешь? Хорошо читаешь. Тексты, песен, английскую лирику. Я должен хотя бы читать её. Но я впечатлён, как ты говоришь на нём. Поэтому мне интересно, учил ли ты английский. Мы изучаем его в начальной школе. Минимум 6 лет. После этого я забросил. Ты думаешь, я улучшил навыки? Да. Даже очень. Думаю, иногда ты подбираешь слова правильнее на нас. Правда? Мы говорим «хорошенький», «крутой», а ты «красивый», «приятный». Ты используешь много абстрактных слов. Это хорошо? Очень. Да, ты говоришь правильные слова. Это слишком продумано. Может, я слишком озабочен этим? Нет. Мне это нравится. Что? Что ты научил меня базе? Ты цундере? 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 Да, цундере. Иногда ты обращаешься ко мне, как цундере. Когда я учусь, это всегда весело. Для меня так трогательно, что я учился у себя. Ты должен быть тронут. Что касается танцев, как это сказать, я хочу улучшиться? Тяжело объяснить. Скажи на английском, я постараюсь понять. Ты же забросил его. Нет, я всё смогу понять. Да, у тебя всё ещё есть знания. Мне не ловко говорить с тобой на английском. Просто сделай это. Они сделают английские субтитры и перевод. Когда я... Просто на секунду стало странно говорить по-английски. Хорошо, я скажу на английском. Я просто расслаблюсь и скажу. Когда я учился танцевать у тебя... Ты же понял? Конечно. Я чувствовал, что ты мой учитель. Ты не понял, да? Да понял я! Понял, понял. Так что, когда я учился у тебя, то я чувствовал, что... Помедленнее, пожалуйста. Каждый раз, обучаясь у тебя, Я чувствую, что... Не только улучшаю свои навыки, но также помогло понять мне, кто ты. Ты тронут? Да, я тронут. Жет, ты не понял! Спасибо! Я тебя люблю! Это конец. Уходишь? Позже увидимся. Пока. Мы все равно вместе поедим в общежитии. Точно. Привет, Хёнбок. Это я, твой Хён. Ты же знаешь, кто я? Со мной ты перекусываешь по ночам, играешь в игры, и иногда тебе со мной весело. Я чувствую то же самое, что и ты. Правда, ты плохо играешь в Марио Карт. Практикуйся, пожалуйста. В общем, спасибо тебе. И давай поддерживать нашу дружбу. Пока. Я знаю, ты знаешь, мы знаем. Лино. Привет, Хён. Это Феликс Янбок. Я не могу сказать все, что хотел, но... Ты знаешь, как я думаю. А я знаю, как думаешь ты. Я впервые сказала-то. Так что спасибо. И у нас впереди напряженные дни. Давай достигнем всего хорошего. И надеюсь, что все девять смогут быть вместе. Спасибо, бро. Перевод фан-сап группы Интенетти. Озвучила Кадзе. Спасибо за просмотр. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok